я честно говоря достаточно давно их видел последний раз вот обнаружилось что в нашем городе есть владелец этого штатива чем он интересен покажем в общем вы поняли да это питер детка как говорится без вариантов до конерпс наш надежный попутчик вместе с сигмой да вот такой денечек сегодня уже осень скорее всего судя по всему наверное уже уже осен 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 у фавионыча спросим или меня новый проект точнее изделие я его нарек вездеход снимает везде поэтому вездеход есть а есть вездеход от фавионыча вездеход пишется и на русском и на английском как хотите вездеход ну в общем пока я продираюсь через эту через эту жуть которая сегодня расскажу вам историю почему я этот вездеход решил сделать и вкратко история история такова то есть изначально я хотел устройство которое позволило бы мне закрепить мою sony 200 у которой я снимал видео для того чтобы сделать интерактивное видео для вас как я все это снимаю я решил что наилучшим способом ну на тот момент я считал так будет закрепить ее на самой но самом фотоаппарате поскольку фотоаппарат имеет площадку я стал искать способы крепления и к моему изумлению я ничего не нашел потом случайно обнаружил что существуют такие шарнирные кронштейны я уже стал по-английски вбивать все и только в английском варианте я нашел такие аксессуары как magic армы они позволяют прицеплять всевозможные устройства как фотоаппаратом так как штативом ну я нашел этот magic arm у меня было несколько видео которые выпущены потом были как я снимал и в том числе на лахте с видео прямо как я процесс снимаю с камеры потом я решил пойти дальше мне захотелось чтобы это можно было после того как мы сходили с полом если вы смотрели мое видео про улитковый лес мне захотелось мы попали а до этого было видео золотой час где мы попали в сильный дождь и разговаривали как раз про зонт который увидели в америке у одного из фотографа это был адам гиз ему подарил друг зонт такой странной конструкции интересно готовы река крепится на штатив у меня возникла мысль а почему бы мне не запретить закрепить эту камеру на сам штатив достаточно просто сделать найти какое-то устройство которое позволило бы этот magic arm закрепить на ногу штатива ну и соответственно была мысль не только на ногу штатива а еще на различные устройства поскольку вы знаете что я снимал с деревьев я использовал для этого замечательный штатив горелла под который меня много-много лет по разным странам ездил он такой же разболтанный но все равно он не обеспечивал такое жесткого крепления сверлить деревья и что-то там такое жесткое сделать я не хотел поэтому я хотел искать такое устройство которое вы во первых крепилась бы и к веткам и каким-то ограждением которые я часто посещаю результате я замечательном пиксалуре записывал об этом видео посмотрите там кстати самый большой выбор в городе аксессуаров именно для таких для такого типа различные крепления я нашел там эти скобы их там множество видов выбрал то что который мне понравилось именно по качеству изготовления где резьба не сорванная где нормальный металл с нормальным барашком удобным ну соответственно я упрямлю получилась уже некая конструкция которая позволила бы крепить камеру к деревьям но мне нужно было поскольку вы знаете что я снимаю телефон нам мне нужно было найти все-таки хороший крепеж для телефона не те пластмассовые которые у меня были дает до этого который по всему миру продается я искал что-то действительно выдающиеся по качеству перерыв гору информации в интернете на англоязычных сайтах в поисковиках я пересмотрел кучу так называемых и так называемые реки до реки ара рамы так называемая да забыл как называется все напишу в общем нашел я одно изделие металли сделается по моему тоже китай но разработчики американцы это бист мистер бист такая большая рама с возможностью крепления к ней и микрофонов и света всего остального но цена там со всеми аксессуарами выходит по моему порядка 500 долларов что по мне считалось ну приемлемо но я хотел все-таки сделать что-то такое более бюджетное для вас в результате я нашел металлическую скобу с точными ходами регулировками все это из металла который делает компания уланцы она же делать такие а рамы но из пластика мне понравилась эта конструкция в этом году у них вышла новая рама она скажем так более изящная более красивая но значительно дороже это насколько я помню сам крепеж чтобы вы понимали он обошелся не меньше 2000 то есть ну понятно что можно пластмассовый купить за 100 рублей но вы знаете фавеновича это не просто сам шарнирный кронштейн для крепления телефона он во-первых из металла плюс он имеет боковые резьбы четверть дюймовые которые позволяют закрепить еще дополнительные аксессуары и самое главное он имеет возможность крепить на винт штатива или сверху идет разъем стандартный под башмак то есть грубо говоря вы можете на него закрепить аксессуары которые идут вот с таким башмачным креплением в результате родилась конструкция который я уже пользовался какое-то время тестировал и и смотрел какие недостатки преимущества ну и заключение всего если вы смотрели мое видео про городской сюжет в аккервиле я ездил туда за еще одним устройством сверх легким компактным которая и завершила всю эту череду событий собственно говоря и это привело к рождению вот этого вездефото ну а дальше мы перейдем к его возможностям как он выглядит и что он может друзья мы ну вот выбор общем такой сейчас покажу значит вот мой эндуро до который все хорошо все замечательно но он весит 3 с небольшим килограмм в снаряженном состоянии вот кульман прекрасному подписчицу подписчику это очень компактный плоский аппарат который мне можно в мою сумку грубо говоря сюда сложить плоскостью просто и все то есть все хорошо но этот штатив или несмотря на то что сменную головку до головка здесь нормально все из металла сделано все очень аккуратно он раскладывается он весит кило триста соответственно его ограничение касается головки то есть крепеж такой пластиковый достаточно удобный но не в этот раз ну и третий вариант благодаря за которым я ездил в новая кирвиль его видели это видео это совершенно уникальная фирма я об ней говорил они говорил да это серу и и что мне в нем понравилось конечно это супер компактность во первых кроме того что совершенно фантастический чехол который можно использовать как рюкзак вы его увидите ну и соответственно здесь он раскладывается достаточно быстро удобно таким вот образом то есть не надо ничего даже перекручивать переворачивать и собственно говоря штатив уже готов этот одну рукой судить без без штатива он весит кило сто вместе с головкой головка причем здесь ничего мне придумать не нужно она уже панорамная и она уже идет в комплекте с арка свис переходник ну как бы крепление поэтому выбор наверное очевиден в этот раз наверное это будет серу и серу и кстати моделька называется номер четыре час выпускается на 05 024 в карбоне ну вот такой выбор облегчение запомните цифры